ищешь где твой велик растет трава сегодня начало моей стажировки в ресторане амстердамер те андре гирица одна звезда мишлен дневной сервис открывается в 12 сначала идет подготовка поэтому я хоть и немножко проспал на полчасика позже но думаю что все успею и поглядеть и узнать как идет подготовка дневному ланчу ну а вечерний сервис начинается примерно 6 часов соответственно днем идет подготовка после двух часов к вечернему сервису андре уже самого утра на работе я вас грей уже тесто для булочек или что-то такое готов для хлеба кислый хлеб в ресторане пока еще никого нету но скоро начнется подготовка сейчас я вам вкратце покажу как выглядит ресторан андре значит вот кухни лестница поднимается на второй ярус середины нету есть боковины все остальное уходит в потолок для того чтобы само здание казалось выше потолки выше убрали второй ярус но при всем этом это же раньше был коровник вот здесь есть висит фотографии коровок которые жили здесь давным-давно и в общем ресторан теперь находится на территории бывшего коровника пока никого нету можно поснимать пустой ресторан это как он выглядит изнутри он даже есть нож с надписью амстердамертье и одной звездой мишлен тот подарил крутой должно быть нож вот так выглядит сервировка стола такие длинные салфетки скорее всего это подставка под тарелку с надписью амстердамертье названием ресторана масло и красивая розочка с этой стороны находится вина внутри есть еще маленькое такое вот уединенное местечко где можно шестером поужинать идем на второй этаж со второго этажа совершенно шикарный вид открывается на ресторан а вот здесь около кухни тоже есть еще винные шкафы которые хранят в себе запасы различного мирового вина здесь видимо дегустационная зона которые люди приходят и пробуют определенные сорта вина он там даже есть книжки о вине о винах испании португалии какое необычное вино из морковки и тыквы я такого раньше не встречал наверное сами делают может быть кто-то а это есть свеклы и малины значит вот состав вина вот так вот выглядит ресторан сверху на втором этаже есть еще небольшая вип-комнатка ну не то чтобы небольшая вип-комнатка скорее всего это зальчик для каких-то таких дней рождений банкетов небольших потому что здесь конечно сотню человек не поместить но выглядит все это очень красиво это вид из окна на улице моросит дождик в ресторане очень тепло и уютно люди проезжают по своим делам по работе честно сказать городишко не густонаселенный в этом городе живут 5000 человек 2000 из которых это миллионеры поэтому здесь все красиво чисто и по-настоящему вот такие вот орешки получает каждый гость когда он приходит в ресторан это так называемые приветственные орешки стоят вот здесь вот и как только гость приходит чтобы время занять чтобы не было ощущения что он чего-то ждет такой снэк очень хорош тут уже заготовленные сухие головы для подачи все лежит на соли бутылках наверное выкладывают скорее всего а еду постараюсь все это снять что пока идет только подготовка соусы которые сегодня пойдут на дневной сервис часть заморожена но все стоит на плите оттаивает разных цветов вкусов и оттенков your friend could text me he told me yell at him let him work very hard throw with pens in the night 5 o'clock до 5 утра делается тесто после пяти часов отдыха тесто отправляется в холодильник а потом уже ах ты фрич и бонды а потом 240 градусов выпекается до половины вот такой вот хлеб из спельта кислый хлеб который потом будет перед вечерним сервисом уже допекаться полностью до золотистой корочки здесь уже разделанные филишки кефали красивые бит стоп андре вожжит андре вожжит тик 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 муча а комбуча а комбуча это чай для эти пакетики там потом грибочки подсаживаются и получается комбуча бульон из копченого лосося то есть когда лосося коптят остается всякая шелуха и из нее варят уже бульон который идет потом для соусов которые добавляются в блюда Запах, кстати Запах, кстати, божественный Это карри Во всяком случае, аромат как в карри Или тика масала Или что-то в этом роде Андрей, конечно, любитель Всяких мировых вкусов Собрать со всего мира Чтобы все было ярко Не то, что французы Сливочное масло Классика жанра Вот так выглядит ферма Ну, это как ферма В общем, огород Сейчас май И не так много всего выросло Ну, это уже похоже на огород, с которого Рестордам Сказал, хотел сказать Ресторан Амстердамерки Получает продукты Вот здесь вот рассада Какая-то помидорки Что-то тут подсыхает Наверное, не кондиция Капусточка Кейл Свекла С двух сторон Находятся вот такие вот Теплицы В которых около 20 сортов томатов Вот реально Конечно, Андрей заморочился Но это хорошо Что заморочился Здесь всего сад Около 30 гектаров Вот эти деревья Это вишня Великолепие Пахнет вообще так Ну, реально вишня Видите, тут уже были цветки Сейчас Остались плоды И немножко цветов Вот еще До сих пор Есть от них аромат Это какой-то авин Или ангар Здесь Кормушки стоят для овец Судя по всему Судя по размеру Да-вон овцы Есть И Surf Мы называем это Красный р Да-это Они знают меня Бэ-э-э С мам теоретически можно себе представить дорогие точно вкусные очень говорит вкусные не вертись мит какие симпатяги класс там дальше где-то горит еще есть свиньи поглядим что у них здесь посажена посажена капуста кейл посажена потом бабы посажены или фасоль лук шеф лишь сам в курсе что происходит на у него на огороде изгородь мягкая там что-то тоже закрыто на том огородике а вот это что-то а вот это что-то это было очень полезно мэн Илко но теперь у них нет да, немного да, немного это почти все остальные это происходит уже да, это уже Мы всегда делаем тарелки. Нет. Потому что мы не можем запахнуть. Нет, да. Закрыть его. И вот здесь тоже. Здесь тоже. Но я вижу, что он будет готов. Да, да. Красных помидорок еще нет. Но очень много всяких разных. Судя по всему, ребята разбираются в помидорах. Раз так они активно беседуют о том, как нужно их прививать и что с ними делать. Вот здесь, судя по всему, будут супер цветочки. Микрогрин, да. Мятка всякие. Вот здесь вот конютины глазки. Здесь какая-то какой-то микрогрин растет. Это, наверное, щавель. Да, это щавель. Ой, какой кислый. Вот так вот. Есть свой садик. Вот повезло шефу, да. Не у всех есть свои садики. Но если вдруг у вас есть возможность сделать такую штуку, обязательно делайте. потому что... Ну, это статусность определенная. Это когда ты руками работаешь с землей, с продуктом. Сам его выращиваешь. Конечно, он ментально становится дороже в десятки раз. По цене, конечно, тоже. В общем, здесь трудозатраты нужно считать. Но это всегда очень интересно. Кухня работает не спеша. Заготовки есть. Люди отдыхают, спокойно кушают. Нет никакого напряга. Все идет своим чередом. Все жарится, намазывается. Все аккуратно. Линия горячей отдачи, линия холодной отдачи в разных местах. Все, что касается амисбюшей, закусок, это все отдается через холодную раздачу. А вот здесь, в этом месте, горячая раздача. Поэтому здесь отдаются только горячие блюда. Причем в меню нет супов вообще. Не знаю почему. Во Франции, кстати, тоже супов не было. Они жидкость везде подливают, и у них получается не то ли горячее, то ли суп, то ли то и другое в месте. Вся кухня готовится к вечернему сервису. Выставляют тарелки. Шеф раздает последние указания. Клетки для яичек готовы. Для греческой закуски бутылочки лежат в полной готовности. Здесь для японо-китайских закусок. Кухня большая, около 60 квадратных метров. Это кефаль. Припеченное с пюре из сладкого картофеля с орешками, луком. там внизу тигровое молоко. Тигровое молоко. Тигровое молоко, болсанки, май, луком. Паприка. Паприка. Семечки граната. Тигровое молоко. 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 itaруское молоко. Кефаль предварительно маринует. Причем, в азиатских специях. с имбирём. маринает с имбирем. томатом с кинзой что-то еще там потом обжаривают с двух сторон с помощью горелок ну и соответственно сервируют я уже показал как короче вот этот огромный красивый стейк жарится вначале в зеленом яйце затем подается на афире на маленьком афире это дизайн шефа вот написано афир там один уголек он быстро все нагревает всего лишь один уголек и все это сервируется к стейку это грибы это френч фрайс картошка только округлая голландес потом картофельное пюре с хрустящим картофелем и маслом карри вот это вот а это лук соусом из шампанского лук из сада выращенный в саду органик типа того маринованный вначале кислосадком соусе затем обжаренный во фритюре к нему подается еще соус и вот так вот накладывается режется куски мяса и накладываются на афир даже есть постоянные клиенты они ходят уже каждые выходные уже 10 лет только на этот стейк и заказывают только его такие бабушка и дедушка там в зале где-то сидят все помчали шеф сам несет а став несет гостям ставит на стол выставляет все остальные ингредиенты и рассказывает одновременно о том с чем он подает кусок мяса теперь пора подготовить баранину вот как раз те кусочки которые сегодня с утра обрабатывали там полкастрюльки сливочного масла разогревается но вся Европа видимо не только Франция вернее Франция научила всех готовить на сливочном масле и без него не обойтись никак так здесь что у нас чесночок тимьян розмарин и лаврушечка кусочек и гнятины только ночью ее так сказать умертвили и она свежее вообще не бывает индукция а вот французы например жарят на топленом масле мясо а не на сливочном которое горит сейчас тимьян стрелять начнет на это можно смотреть бесконечно когда поливают мясо маслом с травами и чесноком все травки чесночок муравки и в пара конвектомат и в парик конвектомат остальное масло всегда сливается стоят вот такие вот штуки для масла которое должно утилизироваться особым образом ну и вот соответственно что мы имеем мы имеем красивую ягнятину которую сейчас отправят в пара конвектомат для того чтобы она там уже прогревалась доготавливалась и была готова к отдаче сейчас сервируется зобная железа что это Андрей? это капуста с беконом это в интернете капуста в самом центре все обернуто беконом кончики в соусе наливается соус и выкладывается чипсина чипсина там из из водорослей посыпано водорослями с ростками здесь начинается все с пюре потом спаржа потом креветки потом гель потом на некоторых все это разваливается на некоторых остается стоять и до подачи все это закрывается полиэтиленовыми полиэтиленовыми пластинками для того чтобы не заветрилось вот для этих блюд как раз соус из копченого лосося горчица зернистая здесь уже есть лосось потом горошек потом копченый копченый бульон от лосося потом вот это вот спонж высушенный из бобов из зеленых мустрицы это горчичные зерна а это горчичные зерна да это гуркина Маленькие маринованные огурчики, из них делается пенка. Сейчас они добавляют устриц. Устрицы уже очищенные. И идут к копченому лососю, крему, горчице. Теперь цветочки. Это типичный датский хлеб, который содержит в себе сахар. Это сладкий хлеб с севера Дании. И содержит большое количество корицы и специй. Я, конечно, не очень люблю корицу. Но, во всяком случае, не в огромном количестве. Но, тем не менее, из этого я и делаю чудесные кружочки. Вот такие шарики, получается, в капе. Капа каррагенан используют. Сначала берут пюре, типа мороженого. Замораживают ее с палочками. А потом капу опускают. Вот она. И получаются вот такие шарики, которые потом используются в десерт. Промочу себе все штаны. В общем, прошло два дня стажировки. Я нарезал кучу тыквы. Я сервировал массу блюд. Я с первого дня, меня, так сказать, Андре допустил до сервировки блюд. Помогал в холодном цехе, помогал на заготовках. Отдельно он мне рассказывал, как делается его легендарный рулет из бока барана. Но он берет коробку целиком, да, и из него делает рулет. Очень круто, кстати. Практически ничего не остается, кроме костей, которые отдельно идут потом на соус. Ну и, соответственно, что могу сказать там? При всем том, что у него 100 посадок в ресторане, на кухне не так много народу, как казалось бы. Но, честно признаться, вот после стажировки в трех и двух звездочных ресторанах, я отчетливо понимаю, что когда ты хочешь выйти на высокий уровень, на уровень точной отдачи, на уровень качественной заготовки, ты должен иметь достаточное количество персонала. Потому что, как у нас в России, там сказать, если один человек может делать работу трех, то почему бы не делать работу трех? Давайте заплатим ему как одному, а после работу делает за трех. В Мишленовских ресторанах так не получается. И я начинаю понимать, чем отличается ресторан, которому дают звезды Мишлен, от обычного ресторана. Обычный ресторан садит людей, они кушают одно-два блюда и потом идут домой. Мишленовский ресторан – это когда у тебя одна посадка с 6 вечера до 11 ночи, ну или до 11 вечера, и ты облизываешь человека. При всем при том, что блюда отдаются довольно быстро, человек сидит расслабленный, пьет вино, никуда не торопится, и большое количество блюд растягивают его во времени, и он прекрасным образом проводит вечер. Вот почему у нас такого нету, когда-нибудь Мишлен будет, и, возможно, мы тоже так будем делать. Но для начала хотелось бы, чтобы у нас была культура пятничного посещения ресторана. Ты идешь на целый вечер в ресторан, и те люди, которые готовят тебе еду, они, конечно, стараются. Вот они должны максимально стараться. Как только, ты видишь, немножечко как бы недоделку. Вот даже у Андрея это есть. Я наблюдаю за персоналом. И вот они нет-нет, да что-нибудь косичнут. Вот как бы маленький косячок какой-то такой, знаете. Ну вот, положил как-то, может быть, так. А, типа много же сервировать блюд. Ну, я так положил, как будто бы это же все так должно быть. Нет, это так не должно быть. Вот у Мануэля Рено в ресторане «Флакон Десель» там, конечно, все настолько отточено. Каждое движение, каждый продукт обработан идеально. Везде вода, везде луга. Андрея рассказал, пока мы ехали из Амстердама, о том, что Голландия находится в такой полосе, когда солнце и достаточное количество влаги дают максимально высокое качество травы. А, соответственно, коровы дают максимально высокое качество молока и мяса. Поэтому здесь совершенно уникальные климатические условия для того, чтобы выращивать коров. Поэтому мясо здесь совершенно особого вкуса. И в Голландии считается, что мясо нужно есть именно голландское. Линденхоф. Ресторанчик какой. Прямо на ферме находится. Мы приехали на ферму, где говорят... Блин, сколько какашек. Сколько какашек, да. Блин, такой покосившийся. Сарайчик. Свинюшки здесь. Смолан. Малыши. Мамашка. Мамашка с сисяшками какими. О, привет. 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 О, какие красавцы. Это твои мамы? Да, ну-ка. Да, мамашка. О, какие малыши. Патенегра. Порода называется. А, здесь молодняк уже. О, мой гад. Ты что делаешь, блядь, пьешь мочу? Вообще жесть какая. Фу-фу. Поросенок. Люди потом едят это. Так. Это для бальчиков? Да. Для пить. Ты готов. Все, эти на забой. Эти на забой. Там есть лампы. Как они прикольно пьют воду. У них поилки вот такие вот. И свиньи поют воду. Очень забавно. Вода все время проточная получается. По чуть-чуть натекает. Они выпивают. Блин, какие. Уточки домой пилят такие. Трень, 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 трень. Главное на боню не зайти по пути случайно. Не ошибиться. Здесь коровки живут, видимо. Чистят тут. Вот такими вот тракторишками. Не то, что я в детстве чистил лопатой все. Тут такие горы вычистить лопатой нереально. Но либо человек нужно 40-50. Для того, чтобы все это убрать. Коровка родила. Малыша облизывает его. Так, здесь был свинарник. Я уже проходил, показывал. Черепичные крыши. Конечно, все аутентично, красиво. Великолепно. Все органическое. Рестораны с удовольствием покупают это мясо. Кормят людей. Люди знают, откуда берутся свиньи коровы. Вот это, конечно, ресторан. На ферме прям вообще бомба. Там даже печь есть около него. Очень красиво. Очень красиво. Очень аутентично. Такое прям. Мы на ферме. Утята, 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 мамашка. Мамашка где? Утята, утята. Поплыли, поплыли все к мамашке. Вот она. Где мамашка? Вот мамашка. Мяк, мяк, мяк. Утята все. Собираемся, собираемся, собираемся. К мамке бежим, собираемся. А вот так вот растут артишоки. То есть сейчас май. Ничего не растет. В смысле в огороде зеленуха вся очень мелкая. Но при всем этом артишоки уже по поясу, а то и выше. Уже отсвели яблони. Скоро будут плоды завязываться. Совсем рядом с Мишленовским рестораном. Ресторан вот здесь вот. За углом там вот находится. Вот тут да. И тут буквально три минуты появился вот такой вот. По субботам видимо появляется фудтрак. Судя по картинке. Плёккок. Рыба. И вижу я, что вот здесь вот есть селедочка. Голландская. Голландская селедочка. Нет, что такое четыре. Вот четыре кусочка восемь пятьдесят. Но дороговато конечно. Ну давайте будем пробовать все равно. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Ммм, сколько всяких вкусностей, ммм, паник филе, парольное филе, татаки из тунца, салатики всякие. Короче, это выглядит вот так. Загульки прячем сразу. Ну что ж, надо пробовать. Это хлеб никто не предлагает. Ну ладно, мы же пробуем настоящий традиционный голландский продукт. Зачем нам хлебом портить вкус? Она не пахнет никакой селедкой, не пахнет никакой селедкой. Не знаю, пахнет чем-то таким очень нежным. Да, с нашей селедкой, конечно, не сравнить. Совершенно. Мне кажется, это какая-то другая рыба. Но с луком, вот люди же знают, да, кто ловит селедку. Русские едят с луком, голландцы едят с луком. Селедка и лук это две неразделимые вещи. Вонять из меня будет только, но у Андрея все хорошо. Вот прям это маленький поселок, в котором всего лишь маленький городочек такой, да, в котором всего лишь пять тысяч жителей. При всем этом две тысячи жителей это миллионеры. Реально, миллионеры. Поэтому у них, я имею ввиду в Амстердамерте, всегда есть свой клиент. И как говорит шеф, если ты уделяешь достаточное внимание еде, то люди ценят это и приходят именно к тебе. В этом поселке всего лишь три ресторана со звездами Мишлен. И они всегда заняты. Причем место так, локация расположена таким образом, что очень удобно от Роттердама, от Амстердама и даже из Германии. Как бы это местечко, этот ресторан находится в центре Голландии. И вот можно из любой точки приехать сюда. Это довольно просто. На машине сел и поехал. Трассы великолепные, дороги шикарные, все чисто, все помыто. А может быть никто и грязи, и грязью не закидывал вот это вот все. Очень красивые пейзажи, прекрасные постройки. Самое главное, люди на кухне. Они какие-то то ли расслабленные, то ли они получают достаточное количество денег. В конце дня они могут позволить себе бокальчик винца. В ресторане это допустимо. Все, уже клиентов нет, ресторан закрыт. Бокальчик винца, музычка, все убираются, все прям классно. Потом идут домой, утром снова приходят. День рабочий состоит из двух смен. Первая смена с 10.30 до 12.00 готовит заготовки для ланча. С 12.00 до 3.00 примерно ланч. С 3.00 начинаются заготовки на ужин. С 3.00 до 6.00 в 6.00 начинается ужин. И уже, соответственно, полная посадка. Вчера, например, была полная посадка, была пятница. Сегодня ожидается тоже полная посадка. Я сегодня пришел чуть позже помочь, еще пока не вошел в график, пришел помочь ребятам сегодня на отдаче. Потому что лишние руки не лишние, когда большое количество народу нужно много всего отдавать. Команда работает таким образом. Андрей говорит так. Я ничего без своей команды. Я ничто без своей команды. Моя команда делает большую часть, я лишь голова и капитан команды. Я говорю, что делать. Но я это говорю, когда ввожу новую информацию. Когда новой информации нет, команда сама знает, что делать. И он спокойно себя чувствует, потому что все происходит так, как должно происходить. Люди ответственные. Люди делают все точно. И при всем этом у них происходит процесс таким образом. То есть холодное отдают, все отдают холодное. Один человек подготавливает закуски, а мисс Бюши, большая часть команды уже начинает отдавать в зал. Как только мисс Бюши заканчивается, один человек остается доотдавать мисс Бюши, например, вот этих малышей всяких там закусочки. Вся остальная команда передвигается на холодные закуски. Они очень многосоставные, выглядят шикарно, конечно, там столько деталей, готовятся заранее. И тогда вся команда отдает холодные закуски. Потом доотдает, там последний человек остается, и вся команда переходит на горячее. В горячий цех. То есть они работают одновременно, все вместе и занимаются одним делом. Нет такого, что один человек там, один там. На кухне не много, там всего лишь шесть человек. Девочка раз. Значит, мальчики семь, два. Потом два су-шефа, три, четыре. Потом пять, шесть, семь. Семь человек и шеф восьмой. Вот, восемь человек. Это у них, если я правильно понял вчера, это у них полная загрузка. То есть на пятницу, субботу у них выходит полный состав. Среди недели их меньше. Это пять человек всего лишь. А два человека дополнительно выходят на субботу, воскресенье. Самое интересное, что мы разговаривали с Андреем. Я ему говорю, вот, ты же что-то делаешь, да? Ты готов делиться. Он говорит, ты знаешь, когда ты шеф, если ты хочешь быть успешным шефом, ты должен людям рассказывать, делиться с ними рецептами, ты должен делиться с ними своими знаниями, ты должен делиться своим опытом. Он говорит, только улитки в домик свой заберутся, никому не дам, никому не скажу рецепт вафель. Да вы что, сами научитесь готовить вкусное картофельное пюре. Он говорит, мне нечего скрывать, вы же все это знаете. Просто вы делаете все по-своему, а я по-своему. Вот он говорит, ты приехал про меня, мне нечего от тебя скрывать. Пожалуйста, возьми что угодно, любой рецепт. Хочешь техкарту сфотографируй. Сделай это потом для себя там. Можешь повторить полностью, можешь взять идею и ее видоизменить. Дело в том, что я готовлю сердцем. И он говорит, у меня мое сердце, я готовлю поэтому именно так. Я не могу отдать тебе свое сердце, поэтому ты будешь готовить все равно по-другому, даже если это тот же самый рецепт. И если у тебя похожий продукт, да даже если ты возьмешь продукт отсюда у нас и отправишь его туда в Россию, сделаешь, у тебя все равно получится совершенно по-другому. Я с ним полностью согласен. И это вот очень важный элемент, когда мы размышляем на тему того, как нам строить свое будущее. Кстати, Андре знает, у него свой, да, вот этот голландский язык, или как он называется, он называется, наверное, татский, да? Он знает английский, он знает французский, знает немецкий. Четыре языка. Понятно, что он живет здесь, но мало кто из европейских жителей знает такое количество языков. Он говорит, у нас здесь в Голландии со школы уже начинают учить там три языка, и уже ребенок потом вырастает, свободно говорит и ориентируется во всех европейских языках. А когда уже ты знаешь несколько, то тебе несложно учить и дальше. Я забыл, какой он учит еще один язык, но при всем этом я понимаю, что вот это тоже часть успеха, часть его успешности. Он привык учиться, он привык развиваться, он привык делать что-то интересное в будущем. Он привык читать книги на разных языках и заниматься этим самым. И Андрей говорит, если вы хотите быть успешными, вы должны всегда развиваться. Например, совершенно несложно договориться с шефом, которого вы любите, которого вы знаете, или вы являетесь поклонником кого-то там, не знаю. Да хоть фера надря. Ведь для того, чтобы попасть к нему на стажировку, не нужно семь пядей во лбу. Не нужно платить адских денег кому-то, чтобы тебя за ручку взяли, повезли, показали. Все как детский сад 8 марта. Ведь можно что сделать? Найти ресторан, найти почту. Сейчас все это есть в интернете. Написать, сказать, я хочу приехать к тебе в ресторан. Уважаемый шеф, я смотрю за твоими работами. Я горжусь тем, что ты делаешь. Собрать денежку немножко. Ну и подучить язык. Конечно, всегда мы как бы ищем таблетку такую, которую как бы... Когда ты не ухаживаешь за собой, у тебя начинает что-то болеть. Ты потом такой, да что? Я же могу пойти в аптеку, купить таблетку, выпить и все пройдет. Нет. Когда ты занимаешься собой, своим развитием, когда ты занимаешься тем, что у тебя в мозгу, когда ты интересуешься тем, что вокруг тебя, тогда у тебя все в порядке, в процессе. Когда ты ходишь на массаж, у тебя не болит поясница. Когда ты ходишь стричься, у тебя они растут как попало волосы. И, ну, я не говорю про себя, там вот не растут. Еще как растут. Я хожу стричься редко. Но я про то, что вот все вот эти элементы нужно заниматься языком. Нужно заниматься... Нужно заниматься языком. Нужно заниматься какими-то вещами. Читать книжки, скачивать книжки. Быть интересующимся человеком. Надо быть шефом, классным шефом. Готовить. Кайфовать от того, что ты делаешь. Потому что, если сегодня мы не кайфуем, зачем мы тогда прожигаем жизнь? Я вот смотрю на то, как работает кухня. Как они все торопятся. Как они делают красивые вещи. Как они стараются быть рядом с шефом. Учиться у него всевозможным хитростям. Слушать то, что он говорит. Но даже хотя бы делать какую-то простейшую работу идеально. Вот это круто. Вот за этим следует ехать в Мишленовские рестораны и учиться у них. Ну что, судя по всему, красная смородина. Все красно-розовое. Все, конечно, гламурное. И зеленая плюшечка. Конечно. Без зеленой плюшечки ни один десерт в Голландии не обходится. И, конечно же, без эшки. Чаще всего такие красивые разнообразные десерты делают там, где нет кондитера. Много маленьких деталей. У тебя получается офигенный десерт. Но они характерны для кондитерского дела. Много маленьких деталей. Потому что все шефы знают. Как делать меренгу. Как замачивать в сиропах. Ребень. Как выпекать и нарезать спонжики. И получается вот такие вот купола. Почти что красная площадь. Так. Это, судя по всему, зеленый кули. Сироп. А что это? Сироп. 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 Понятно. Сироп из щавеля. Падает на тарелочку. Пропитывает там всякие штуки. И не утекает за пределы. Потому что там какой-то вкусный гель. Получается зеленая лужайка с куполами. Прикольно. Калит. Мороженое. Вот, и все, мороженое зеленое. Красивое. Мороженого тоже из щавеля. Падает сюда И все, пора Уносить А то растает Быстрее, быстрее, быстрее Ребята, быстрее мороженое тает Айскрем же? Айскрем же? Ага Тоже Витя угадал Щавель Прекрасно Дальше в тарелке появляется щавель Дальше в тарелке появляется щавель И вот такая вот меренга С медом Выглядит уже все симпатичнее И симпатичнее Внутри ревень Ого Какие суфли получились Это же шикарно Сахарная пудра И нужно моментально их нести Потому что иначе Все пропало, шеф Но это просто шикарное суфле Шеф, суфле Дальше в тарелке Сейчас нужно стукнуть Два раза в ладоши Хлопнуть вернее Дальше в тарелке Дальше в тарелке Дальше в тарелке По вкусу супер Я уже попробовал Креативная подачка Вот кому интересно Пожалуйста Наблюдайте Вот еще такой вариант Доска Мадленки Потом Макарон с юдзу Шоколад с анисом Причем шоколад Делают здесь сами В Амстердаме Есть шоколадье Возят откуда-то какао-бобы К мадленкам дополнения небольшие Вот еще стоят вот такие вот штуки В которых приносят Кексики, конфетки Тут всевозможные А мы приехали в огромный Преогромный супермаркет Который сделан для Ресторанов и кафе Ну то есть здесь Продаются всякие аксессуары Вот типа металлических Бачков каких-то Всякие подставки, помидоры Свет Земля Текстуры Посуда Продукты Всякие соусы Анос называется Звучит как анус, но Всем бы, блин, поварам в такой анус Потому что здесь, конечно, есть все Вообще все Я тут приехал сюда посмотреть себе миксер Андрей говорит, что если Кому-то что-то нужно здесь Из поваров Они просто приезжают и находят здесь все Ну вообще все Здесь, правда, только пока что Я до продуктов дошел, но Сейчас дождусь Андрея и он Покажет где оборудование Это тарелочки Это тарелочки Здесь, конечно, вообще Ну рай То есть Столько тарелок разных Любых Почему к нам не привозят Тарелки такие Простые Симпл Без всяких там Серых пятен Коричневых Разводов Просто белые Просто белые Классные формы Вот такой привозят к нам, да Комплекс в баре должно быть Этот стайл у нас в Москве Я не покупаю, потому что все У нас есть это Поэтому я не покупаю Зона барбекю Зона барбекю Здесь, конечно, в почете Зеленые яички Афиры О! Цигур Это доски Торцевые доски Огромные, толстые 59 евро Очень крутые доски Стильные, сделанные с ремнями Для того, чтобы можно было Носить на себе Это, видимо, оливковые Какие-то вещи Спилы С деревьев Доски для подачи С ремнями кожаными Вот этот спил крутой Торцевой Отклеенная доска О! Какие длинные Вообще Здесь можно В стол Ставить Всю еду Очень красиво Очень красиво На троллеры Все распилили В полки превратили Но забавно Дизайн классный Изи Вы можете купить О! Ножи! Ну ладно! Я пока отключусь! Какие Барбекюшницы Есть для 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 Того, чтобы Ставить на стол Прямо на ножках Какие-то из алюминия Или из чего Это сделано Очень крутая штука Интересная Блин! Такая Такая тоже на стол Можно ставить Такие вот маленькие А что у нас нет таких Уголечки Сюда накидал И Опа! Барбекюшная зона Какая прикольная Это силиконовый коврик Для барбекю что ли? Нет Салфетки Шпажки Всякие разные О! Чеки! Чеки! А вот сейчас Наверное многие шефы Просто будут мне завидовать Потому что Блин! Сколько текстур Сублимированной ягоды Соса Декстроза О май гад! И все это стоит Смотрите Сколько? 20 евро 20 евро 20 евро 20 евро Вот здесь Декстроза Банан По 5 29 41 40 47 38 Текстурос 29 Мальто Декстрин В ведрах Блин У нас почему нет У нас почему нет Мы делаем снег Да Мальто Да, я знаю Если добавить Оил Или Оил Или Оил У нас есть снег Да, я знаю У нас все в России У нас есть Но эти бренды Соса В России Очень дороже Это очень просто Соса Это Соса Потому что Они добавляют Малто Мама миа Здесь есть все Элэстик Мальто Мальто Декстрин Мальто Мальто Декстрин Есть практически во всех Вот Шеф говорит Что Текстурос Вот эти вот Да Они гораздо лучше Потому что их нужно меньше Для того чтобы Сделать Что-то Это Альбумина Это Альбумина Это Как Альбумина Только Альбумина Да Если Альбумина Вы используете Расберриевый Видите Блин Как у них круто В рыбном отделе Это Магазин Для хорики Здесь Цена Такая Ну в принципе У нас тоже Все такое же есть Вот здесь Средиземное море О Скат Шикарный Скат Морские языки Здесь Еще что-то Треска Скумбрия Блин Она охлажденная Реально Охлажденная Она блестит вся Вообще Просто Шикарный Полным-полно Креветочки Вот Креветочки Вот они Креветочки Здесь Филешка Здесь все это Чищенная Устрица Здесь Пускай Огромная рыба Я не знаю Что это такое Здесь ценника нету Тунчик Черный Тунчик Черный Мидии Он продается 50% Скидкой Беру И везу себя домой В Уанголе В Уанголе Джилардо Глосось Самон Глосось В Уанголе Они В Уанголе В Уанголе Они Та самая Мамма миа Санта Мария 12 95 10 95 Акция Акция Это За 10 штук А я брал в магазине за 3 евро 2 штуки по полторы Значит 10 штук Это Это У нас Получается По полтора евро 15 евро А здесь 12.95 И 10.95 Так А это что у нас Это крабики Блин Лобстеры И они живут здесь себе И живут И живут И живут Вон они сбились Вон какие красивые Какие красивые лобстеры Живые Так А цена то есть на них? Есть Вот 400-500 24 евро Стоит Это 500-600 23 евро А Те чуть мельче Или те мельче 600-800 25.50 Ну да Эти помощнее О Вот эти огромные Это 800-1200 29 евро Вот они Крутяк А это мохнатый какой-то То есть он Он настолько Старый Что на нем мох Офигеть Вот этот стоит 39.95 Это 2 кило Плюс Смотрите в его глаза Да Это Да Нет Не 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 Там Там Заморозка Здесь все в ведрах Здесь все в мясе Сосиска Здесь все в мясе Петчина Колбаса Колбаса Какие-то шашлычки Какие-то шашлычки Сделаны Запеченный паштет Мясо, 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 мясо Здесь скруточки продаются Приправки Чувак пластиковый стоит Все для гриля Можно купить и пожарить Чили соусы Всякая заморозка Куриные грудки Желтенькие, красивые Ножки желтенькие, красивые Вот Филадельфия даже есть Американского сталь Так, в сыра и в сыры В сыра и в сыры В сыры В сыры В сыры Ты нашел каве? Датское масло очень крутое, вкусное. Борхес не наша тема, целая полка масел. Прошла неделя, как я здесь в ресторане. Конечно, научился я чистить картошку и резать овощи, как бог 80 уровня. Но это особенность из стажировки. Несмотря на это, с первого дня я помогаю ребятам сервировать, подносить, подготавливать к отдаче ингредиенты. Это очень хорошая привилегия. Это происходит тогда, когда шеф твой знакомый хороший. Если ты приезжаешь к чужому шефу, там все гораздо сложнее. Потому что нет дружеского настроя, который позволяет тебе перед тобой открываться всем дверям. Сформулировал. Сегодня ездили мы по магазинчикам. Мне нужно было купить там и ножи, и какие-то такие аксессуары. Приезжаешь в другую страну, конечно же, каждый хочет купить что-нибудь такое. Попасть в магазин, где продают все для шефов, для ресторанов. Что-нибудь со скидочкой. В обычных магазинах эта тарелка стоит 100 рублей, а в специальных магазинах она стоит 50 рублей. Понятно, что для каждого шефа это рай. Такие магазины, где много-много всего. И где можно найти то, что они продают в обычных магазинах. Конечно, классно. Также потом по пути в обратную сторону заехали мы на ферму, посмотрели свиней. Свиньи, конечно, такие прям жирненькие, смешные, ушастые. Может какие-то похожие. Она у них называется эта порода как-то. Черная, наверное, да. В общем, черная какая-то свиня. Я помню, в детстве мы держали подобных. Черную вьетнамскую весловуху тоже была. Такая смешная поросятина. Очень прикольные коровы. Вот сегодня мне не удалось снять. Тут несколько дней назад я ехал. Просто что-то как-то мы по дороге, по трассе. Было неудобно останавливаться. Дорожки узкие, остановиться негде. Часто проезжаешь и я не могу отснять определенные вещи. Вы наверняка на фотографиях видели такую породу коров, которая называется брюссельский бодибилдер. Она вообще такая. Ходит вот так вот. Такие банки у нее. Мышцы. Это вот такая порода. Она здесь тоже есть. Сегодня мы посмотрели там несколько других пород. Не вблизи, сдалека. Потому что сегодня днем, конечно, все коровы там разбредаются. И нужно ехать на определенные пастбища. Не так просто все. Поэтому поглядели просто ферму. И, конечно, совершенно чудесное место. Тут все это в округе растет трава. Я про ту, которую едят коровы. Тут всякая трава растет. Но пастбище действительно просто шикарное. Просто шикарное пастбище. И, как говорит шеф, здесь очень круто иметь локальный продукт. Это у них, знаете, как он говорит, какой-то патриотизм внутри тебя. Потому что ты знаешь, как эти коровы растут. Ты знаешь, чем их кормят. Ты знаешь, на каких лугах они пасутся. И он сегодня мне рассказал такую интересную очень мысль. Не мысль, а некая идея, с которой он идет по жизни. Он говорит, мой шеф, у которого я учился, сказал очень важную вещь. Для того, чтобы сделать максимально хороший продукт в ресторане, ты должен купить максимально хороший продукт. Потому что, если нет качества, то что можно говорить о звездных Мишлен? Что можно говорить о том, чем мы кормим людей? Да, не всегда рестораторы понимают эту вещь. В Европе, видите, немножко все по-другому. Все-таки здесь отдают шефу, особенно если этот ресторан полностью принадлежит шефу, то это, конечно, круто. Шеф сам решает, что ему продавать, что ему готовить. Но при всем этом это очень сложно, потому что ты еще должен быть менеджером. Но, несмотря на это, вот я смотрю, у Андрея очень много персонала, который занимается своим делом, которые двигаются вперед, продвигаются и хотят быть в этой команде. Так вот, он говорит, качественный продукт рядом с нами. Нужно искать его, договариваться с фермерами, договариваться о том, чтобы они давали тебе его в определенном виде, чтобы они определенным образом тебе разделывали. И так как здесь небольшое количество ресторанов, но добавлено большое количество ферм, то из Амстердама сюда приезжают. Здесь от Амстердама 20 километров. Вот это вот вся, так сказать, вот этот райончик, в котором находится большое количество ферм. Он, знаете, как бы на пятачке, вот Апкауде город, и все, что вокруг него, несколько городишек, и все между ними, это поля-поля-поля, на которых выращиваются не только фрукты и овощи в теплицах, которые потом открываются, а теплицы стоят в грунте. И у них интересно очень, в этом районе, я не знаю, как в других, в этом районе теплицы, ты видишь и думаешь, как же так, овощи растут в теплицах. Нет, на самом деле они растут в грунте, просто теплицы стоят на грунте, как бы создавая вот эту вот тепловую баню для того, чтобы овощи могли хорошо себя чувствовать и быстрее расти. Потому что, если это будет на открытом воздухе, то медленно, медленно, вот середина мая уже скоро-скоро, зелени много, а все, что в земле, помимо обычной травы, конечно, все растет довольно медленно. Видимо, дичка вся вот эта вот растет, конечно, как ей природа подсказывает, а все, что культивируемое, оно, конечно, растет немного по-другому. Вот, и тут даже вот слова сложно подобрать, когда ты едешь, и вокруг просто какая-то невероятная красота, невероятная. Эти каналы, эти домики, которые стоят на берегу этих каналов, все газоны подстриженные, если есть плодовые деревья, то они уже отцвели, часть еще не отцвела, а цветет. Вот этот вот ядовитый плющ, который все оплетает здесь, зеленый, красный и дубы огромного размера, клены с красными листьями, каштаны, которые цветут розовым цветом. Вот это, конечно, просто не передать. И Андреич сегодня сказал, что Голландия находится на очень таком, на правильной параллели. Да, у нас же так меридиан, так параллель идет. Так вот, он находится в таком поясе, что вот этот пояс, окольцовывая земной шар, создает самый благоприятный климат для выращивания травы. Я про поля, на которых растет, луга, на которых растет корм для животных. И вот он находится над экватором настолько, что вот Аргентина и нижняя часть Новая Зеландия и Австралия находятся совершенно в таком же климатическом поясе. И почему он говорит, например, если вдруг нам не хватает говядины от поставщиков здесь, в Голландии, мы берем только Аргентину или только Новую Зеландию с Австралией. Потому что она по качеству и по вкусу очень похожа на голландскую. В Бразилии жарковато для говядины, поэтому он говорит, что она немножко такая. Но мы ее считаем более дешевой по вкусу. Про северные страны я уже молчу, я не стал его спрашивать про Россию. Мол, как ты там был, вот два раза же в этом году, наверное, он снова приедет в Россию. Я пока не знаю, он мне говорит, наверное, может быть. Ну, соответственно, нужно будет ему какую-то говядинку обжарить, такую местную, вкусную, нажористую. Я не про мраморную, я про ту, которую, которая у нас там, не знаю, надо найти, договориться с ребятами-фермерами. Есть у меня несколько фермерных приметий. Съезжу кусочек, отрежу небольшой для стейка. Ну, чтобы всю корову не забивать, сами понимаете. Ее же надо потом приготовить, а это долго и муторно. Кусочек отрежем, просто зашьем, все. Она пусть потом срастется, ходит дальше, пасется, опять нагуливает. Это место опять, опять стриплой на этом месте образуется. Ну, все, шутки-шутки, конечно. Сегодня вечерковый Макстердам. Хочу найти селедку, попробовать ее. Не знаю, удастся, не удастся, но я уже пробовал, просто не успел снять. Селедка, конечно, потрясающая. Никакого сравнения с нашей нету. Селедка имеет нежный-принежный, нежный, сливочный, с легким привкусом. Все-таки селедки, да, но вот у нее есть определенный вкус. Нельзя русскому человеку завяжи глаза, дай самую свежайшую селедку. Слабо соленую, он все равно поймет, что это селедка. Я о том, что вот наша селедка, она такая немножко вонючая, брутальная, ну, как все в России. Там квашеная капуста, что у нас еще эти огурцы соленые, чтобы аж мутный рассол был, чтобы кисломолочные бактерии поработали так над огурцом, чтобы он офигел аж. Ну, и мы, соответственно, тоже. Крепкие напитки такие. Здесь они, конечно, делают это все... Вот селедочка, блин, как будто ее маслом смазали всю, сливочным. Даже хлеб неохота использовать, просто бери за хвостик и прям... Косточку выкинул и пошел дальше гулять по совершенно удивительному городу Амстердам. Прикольная архитектура, прикольные улыбчивые люди, большая часть, конечно, туристов. Город, конечно, меньше, чем Москва. В Москве много москвичей и не москвичей. А здесь, конечно, ты на улице чаще всего видишь туристов. Очень много китайцев тоже местные ругаются, что, мол, китайцы понаехали, понаехали, китайцы, китайцы задолбали уже сколько можно. Но их реально много в мире. И вот они, в общем, экономика подросла, они начали путешествовать. Я надеюсь, что мы тоже когда-нибудь будем путешествовать в старости своей. Эх, сейчас за мной приедет красавица-жена, и мы отчалим Амстердам. Все. Утранжирные буквы. Утранжирные обжидные прийти в экономике в китайскомijkе